Итак, первое, что я хочу сказать, спасибо, правильно, я подумал одну вещь, и вы подтвердили. Пражно означает наука, которая вопрос, то есть всегда в зале, когда важная тема какая-то, кто-то падает со стула, кто-то чихает, ребенок кричит резко и начинает балаболить что-то. Когда что-то важное происходит, в зале всегда залы реагируют, всегда что-то происходит такое, что все понимают, что это важно, подтверждение. И то, что я сейчас подумал, это важно, я знаете, что подумал, что сегодня солнечный день в Москве, что бывает редко, сегодня воскресенье, что тоже бывает нечасто, и вы пришли все равно на лекции. Это означает, что я вам очень-очень-очень благодарен. Сегодня, вопреки тем людям, которые вам сказали, что лучше на пляж пошли, поехали, мы сделаем такую лекцию, чтобы вам вы не поживели, что я надеюсь, что Господь даст возможность такую лекцию сделать, чтобы вы лучше отдохнули, чем на пляж. Но я постараюсь так, чтобы у нас хорошая лекция получилась такая. Вот, хороший отдых, что ли. И тема такая замечательная, потому что есть замечательный, любимый нами всеми человек, Лев Николаевич Толстой, и у него есть удивительная одна книжечка, которую он издал в виде календарика просто на каждый день. То есть 1 января такая-то мысль, 2 января такая-то, и потом мы там публиковали в виде «Мысли мудрых людей» книжечки. И я взял некоторые высказывания из этой книжки, которые соответствуют теме. Сегодня мы говорим об ответственности, сейчас эта тема. И сейчас мы начнем говорить об ответственности. «Люди затрудняются, беспокоятся и волнуются только тогда, когда они заняты внешними делами, от них независимыми». Два слова. «Внешними делами, от них независимыми». Согласно ведам, внешние дела — это дела несердечные, не те, которые связаны с сердцем. Потому что цель человеческой жизни — быть счастливым. Счастье находится прямо здесь. Часто люди в обход идут. Они думают, вот сначала на дом заработаем, потом будем счастливыми. Это называется «внешние дела, от них независимые». Потому что от меня зависит прямо сейчас. Я могу быть счастливым, если напрягусь. Потому что, чтобы сердце почувствовало радость, для этого нужно напряжение сердечное. То есть нужно, допустим, простить кому-то, попросить прощения, настроиться на эту волну. На волну отношений настраивать всегда тяжело, потому что там много работы, много труда у человека. Но по факту именно это является главным даже вопросом строительства дома. Потому что если у тебя очень сильное отношение, то и дела у тебя идут тоже сильно. Потому что дела все зависят от отношений. С коллективом там, с подчиненными, с руководителями и так далее. Отношения — это из сердца вещь. Это не улыбки строить всем ходить. Это идет из сердца. Вот, допустим, если у меня сейчас к вам неправильное отношение, то я не смогу прочитать лекцию, как бы я красочно это не делал. А правильно означает, я должен вам служить сейчас, а не наслаждаться вашим присутствием. Я себе напоминаю, потому что я чувствую, что уже куда-то понесло. Итак, есть внешняя жизнь, есть внутренняя жизнь. Внешняя жизнь нужна. Без нее мы не сможем ни прокормить себя, ни жить нормально, как все люди. То есть, ну, невозможно без внешней жизни жить. Но она не является главной, потому что эта вещь, не зависящая от нас. Иногда в ней у нас все получается, иногда не получается. Зависит от силы, влияния судьбы на сердце. Проверить это очень легко. Если у меня на сердце очень тяжело постоянно, значит, судьба тяжелая, скорее всего, будет не получаться. Уже можно прям понимать. И это значит, что надо сердцу больше времени в это время уделить. То есть, если совсем плохо стало внутри, надо, наступила грусть, что пойду, пройдусь. Мне ее уделить не с кем. Вот. То есть, нужно начать внутреннюю жизнь. Пройтись это хорошо, но есть другие способы, более эффективные, сделать так, чтобы сердце обрадовалось, получило силу внутри. Обрадовалось тому, что я делаю. Это происходит в результате близких отношений. Всегда сердце радуется только близким отношениям. Для сердца важны близкие отношения. Если у тебя есть близкие отношения к священным писаниям, со святым человеком, близкие прям отношения. Может быть, близкие отношения к Сергею Брадоничскому или нет? Может быть, потому что он близкий для всех. Когда у человека сердце большое, он к большему количеству людей может быть близок. Потому что он имеет достаточно чистоты для этого. Часто нам, отдавая свое сердце, мы чувствуем усталость. Но такие люди, как он, не устают, отдавая свое сердце. Поэтому он близок для многих может быть. Для тысяч и сотен тысяч людей. Вот близок означает родной. Именно в таких близких отношениях появляется сила, дающая возможность справиться с трудностями внешней жизни. Если у человека нет близких отношений ни с кем, его сердце, даже не обязательно с святыми людьми, можно просто... Близкий не означает секс. Близкий означает чистота сердца, что-то возвышенное. Понимаете? Это означает что-то возвышенное. Даже с женой, может быть, такие отношения быть, они очищают сердце и окрыляют жизнь человека.